Путин, он как президент вражеского государства, он является врагом. Его можно уважать. С врагом можно и нужно говорить. С ним можно и нужно договариваться. А с предателем нет. Предателя нельзя не уважать, с ним нельзя не говорить, с ним нельзя договариваться. Салам алейкум араматулабаракату. Смотрел твое давнишнее видео про название, про навязывание властями новых нравов. Какое окончание должно быть в чеченских фамилиях, как, например, твое фио будет по-чеченски. Салам араматулабаракату. Ну, это будет зависеть от диалекта. У нас разные диалекты есть в Чечне. Но, конечно, это нужно будет, я думаю, в целом привести в какой-то такой универсальный формат для всех. Я думаю, что будет, наверное, несколько вариантов. Где-то будет кончаться на И, просто фамилии. Где-то будет кончаться на А, наверное. Ну, в общем, не знаю. В зависимости от диалекта, наверное, это будет выглядеть. Я думаю, что и такое понятие, как отчество, я думаю, его однозначно не будет. Ну, его нет, в принципе, у чеченцев такого понятия, как отчество, когда ты говоришь такой-то, такой-то ВИЧ. Это нет. Это чисто русская традиция, ее как бы у чеченцев нет. Но у чеченцев, как и в европейских странах, есть просто упоминание имени отца. Я думаю, что в идеальном формате, наверное, наши имена, например, на моем примере будет звучать так, что, допустим, либо будет Абдурахмани Тумсо и просто отдельно имя отца, как Умалат, Умалт. Либо это будет как на чеченском языке будет звучать так, что Абдурахмани умалт Кант Тумсо. Не знаю, как-то так, наверное, это будет. Короче, я думаю, что это все не так принципиально. И, на мой взгляд, все должно быть, все должно сделано быть таким образом, чтобы для международных каких-то отношений, поездок, путешествий чеченцев было, не было каких-то осложнений, чтобы было удобно. Чтобы в других странах не европейцы, китайцы, японцы, чтобы они легко могли называть эти фамилии, имена и не возникало каких-то проблем. Я думаю, нужно не усложнять, а упрощать. И я бы с этой точки зрения к этому подошел и убрал бы вот эти вот все моменты типа Цунгант и так далее. Вот это все убрал бы, сделал бы просто фамилия, имя и имя отца отдельно. И то, я думаю, что даже это имя отца где-то в паспорте его и не нужно даже прописывать на самом деле. Это где-то в свидетельстве о рождении, если это прописано, то этого достаточно. То есть сделать максимально, вот как в международный стандарт есть паспортов, на загранпаспортов ведь не пишется имя отца, там пишется только фамилия твоя и твое имя. Все. Дата рождения, дата выдачи, дата окончания, действия паспорта. Я думаю, все должно быть вот как-то по-простому сделано и выглядеть. Это должно быть удобно для всех людей. Вот такое мое мнение. Я, например, замечаю, что такие фамилии, как, допустим, вот у азербайджанцев есть фамилии, которые заканчиваются на Аглы. Аглы или Аглы, по-моему, да. Аглы. Аглы. Ну, они сложноватые, когда вот отдельно из нескольких слов состоит фамилия, это как-то сложновато. Мне кажется, что нужно упрощать, чтобы было проще. Ведь в конце-то концов фамилии это не та вещь, не та тема, которая пришла с появлением человечества. Фамилия это вещь, которая появилась с появлением, ну, с популяцией людей, когда людей стало очень много, стало много стран, появился пограничный режим, появилась нужда в идентификации. И вот тогда как бы человечество придумало это, да, что вот есть фамилия и есть имя. А так этого всего ведь не было. Всегда было как такой-то, сын такого-то, внук такого-то, родом оттуда-то. Все, вот так мы знали друг от друга и представлялись из такого-то племени, из такого-то народа. Однако, когда появилась нужда в том, чтобы был некий документ, прописывать это все в этом документе было бы неудобно. Это как бы лишняя информация, которая усложняет. Поэтому люди пошли по самому легкому пути и начали упрощать. И сделали, значит, фамилию, имя, да, те, кто максимально это упростили. В России добавили отчество, немного сделали посложнее. И вот я думаю, что в этом смысле мы тоже должны пойти по пути упрощения. И убрать вот все ненужное, взять просто фамилию, имя и все. А так, внутри чеченского общества, конечно, всегда будет присутствовать там такой-то, сын такого-то, внук такого-то, из такого-то тейпа, из такого-то села и так далее. Томсо, какая самая распространенная фамилия у чеченцев по аналогии Иванов у русских? Слушай, сложно сказать. Сложно сказать. Часто встречается фамилия Магомадов. В общем, я не знаю. Наверное, мне сложно ответить на этот вопрос. Асалам алейкум. Я думаю, что они отличаются или я независимые. Ну вот я, алейкум асалам. Как раз я вот сейчас об этом говорил. Да, я убежден в том, что в конечном итоге мы добьемся свободы, в конечном итоге все случится. Только вот когда, неизвестно. На всю волю Всевышнего Аллаха. Так, асалам алейкум. Томсо, скажи, как бы ты объединил людей, находящихся в оппозиции к нынешней власти в Чечне? Алейкум асалам. Объединение возможно только на нашей общей основе. Это наша религия, это Уран и Сунна. Это то, на чем мы должны объединиться. При этом у нас могут быть какие-то разногласия в каких-то там политических взглядах, иных каких-то взглядах. Если эти наши взгляды, наши разногласия не противоречат основе, то я думаю, что любые наши споры, наши разногласия, они должны решаться в рамках нашего парламента, некого совета, маджлиса, как угодно. Это все должно быть в рамках дискуссий, а не каких-то там вооруженных, вооруженной борьбы и прочего. Это все то, что касается общей основы с теми нашими братьями и сестрами, которые находятся на стороне, на убеждениях независимости нашего государства, нашей свободы. Те же, кто, возьмем пример таких, как, допустим, Кадыров и его сторонники, это откровенные враги, это часть Российской империи, это их чиновники, их наместники. Я их не считаю как бы людьми, с которыми можно или нужно объединяться. Поэтому с ними, конечно, разговор должен быть иным. И с ними вообще не ведутся как бы абсолютно переговоры, переговоры ведутся с их хозяевами, с Россией. А эти люди являются предателями, поэтому с ними и не разговаривают. Поэтому они не были стороной переговоров для Масхадова. Поэтому Масхадов никогда не говорил с Кадыровым и считал это вообще ниже собственного достоинства, потому что Кадыров был просто российским вассалом. С ним поэтому не разговаривали. Здесь очень важно понимать, что Путин, он как президент вражеского государства, он является врагом. Но врага, его можно уважать. С врагом можно и нужно говорить. С ним можно и нужно договариваться. А с предателем нет, предателя нельзя не уважать, с ним нельзя не говорить, с ним нельзя договариваться. Поэтому в этом плане Кадыров и прочие его прихвостни находятся на более низшей степени. Они находятся где-то на том уровне, на который нам не подобает вообще опускаться. Субтитры создавал DimaTorzok